Слышал, что излечиться от наркомании очень помогает религия. Так ли это? Что такое излечиться от наркомании и что такое религия? Религии бывают разными. Для нас Христос, для людей, христиан, если они правильно поняли православие, Христос – это путь, истина и жизнь. И люди приходят к Христу не ради того, чтобы исцелиться от наркотиков. Если человек, как в нашей шаговой программе, выбирает Бога как высшую силу, которая помогает вернуть ему здравомыслие, то не факт, что он становится верующим человеком в прямом смысле этого слова. Бог ему нужен как служебное орудие для достижения трезвости. Но мы знаем, что после первоначального какого-то подъема, когда человек приходит к вере, дальше следует период испытания. Как говорил один из наших духовных авторов, человек уже должен доказать, что он выбирает добродетели по собственной воле. И если человек в Боге ищет только средства избавления от наркотиков, то, конечно, он этот период не пройдет. Но даже сельские наркологи, как писал Сергей Белогуров в своей книге «Популярные наркотики», отмечают, что действительно люди, которые приезжают в монастырь, они переламываются без фармподдержки. Даже, говорит сельский нарколог, есть даже выражение «переломаться на святом духе». Впрочем, так бывает не всегда. Религия в каком смысле помогает? Не в том смысле, что она замещает, хотя действительно бывает и так. В некоторых религиозных концепциях сектантского толка, как то есть очень много протестантских программ, человек, у которого была зависимость, с ним происходит перезависимость, он становится зависим уже от этого сообщества, от постоянного участия в мероприятиях этого сообщества. И в рамках этого сообщества, с помощью музыки, с помощью каких-то отработанных процедур коллективной психологии, в нем формируется некое специфическое состояние, которое является аналогом наркотического опьянения. Но религия, ведь надо понимать, что она не сосредоточит нас исключительно на общении с Богом. Это скорее такая какая-то радикальная повестка, если мы помним, что заповедь «возлюбив Бога, возлюбив Ближнего», религия в том числе правильная. Вот если мы берем, так сказать, не какой-то зашоренный взгляд, ориентирует его и на жизнь в целом. Мы знаем, кстати, что и толчок к науке, он именно произошел именно вследствие того, что Европа была христианизирована. И, соответственно, строить свои связи с окружающими людьми, с высшими смыслами, интересоваться жизнью, проявлять сострадания. Вот таким образом человек и выходит зависимость. Корень зависимости от наркомании – это эгоизм. Это как бы источнение нейрофизиологии подтверждает, что формулируются доминанты, которые подавляют прочие отделы коры. Для наркомана интересует только его состояние, где он возьмет деньги. Ну, как мне наркоман говорит, где взять вещество, где взять деньги, и чтобы там девушка не заметила. Но, опять же, даже не сколько любовь к девушке может быть, хотя я не утверждаю, может, он действительно любил. Но просто если у тебя есть человек, скажем, тебе комфортно, ты ценишь не эту девушку, а самого себя в этих отношениях. Если она пропадет, тебе надо искать кого-то нового, это неудобно. И поэтому противостоит зависимости – это сознательная любовь к другим. Когда ты интересуешься жизнью других, помогаешь, способен потратить какое-то свое время, и тогда ты отрываешься от этого зациклены на себе, в том числе на своем уныние, которое требует, как тебе кажется ошибочно, какого-то наркотической заплатки. И поэтому православие ориентирует человека на какие-то смыслы, достигая которых человек отрывается от зависимости. Если он пытается религию воспринимать как то, что поможет ему отрывать зависимость, возможно, тогда он не достигнет того, возможно, его ждет какой-то крах, потому что он не сможет прийти полностью к какой-то истине, и он скорее выберет какую-то суррогатную форму религиозного мышления. Но это будут не те живые отношения с Богом, о которых говорит православие. Потому что, чтобы сохранить свои отношения с Богом, нужно учиться хранить свою совесть, учиться хранить свои отношения с ближними, потому что если у нас есть какая-то царапина в виде какого-то сигнала, когда наша совесть, если мы в чем-то переступили, мы уже не можем молиться. И когда мы вкусили вот эту некую сладость общения с Богом, мы понимаем, что чтобы остаться на этом уровне, нам нужно распрощаться своими зависимостями. И тогда у нас есть какая-то большая мотивация к борьбе с ним. То есть происходит это тогда, когда у нас есть высшая цель. Когда ее нет, то происходит то, что, как говорил митрополит Антоний Суржский, тогда некоторые люди и религию воспринимают как некое средство для самоупоения и погружения в собственные какие-то иллюзии. Вот он сравнивал, хоть он говорил про ЛСД в этом отрывке митрополит Антоний Суржский, но также он помянул религию. То есть смысл неких ложных переживаний состоит в том, что человек обращается лишь к самому себе, к собственному какому-то внутреннему опыту, основанному изменению в состоянии сознания. И этот опыт действует только до тех пор, пока действует вещество. Как только вещество заканчивается, то и опыт проходит, и нужно его повторять. Но подлинный религиозный опыт приводит к тому, что человек что-то понял, этот опыт остается с ним, он не нуждается в повторении. Этот опыт остается началом какого-то пути служения. И этот опыт подлинный всегда ведет человека к другому, с большого боку, к Богу или к человеку. И он также пишет о некоторых религиозных людях, есть люди, для которых и богослужение, и все, и песнопение, это средство замкнуться в себя. Вот как, например, хоть эта тема уходит за рамки наркомании, но в качестве примера. Вот умер ребенок, и вот есть родители. И вместо того, чтобы исцелять друг друга, поддерживать друг друга, они, например, уходят, папа уходит в алкоголизм, мама уходит в религию. Вот именно уходит. Одевает черное платье до пола, начинает ходить на все службы, замыкается, забывая о том, что у нее есть живой муж. Ведь если у тебя живой муж, ты одно тело с ним, что бы ты ни делала, как в Богу со мной в ногу, ты не можешь от него отделяться, и религия должна помогать человеку укреплять свои отношения с ближними. Если религиозность разрушает отношения, значит, это не та религиозность, это не то, что поможет тебе избавиться. Это уже какой-то суррогат, это уже больше похоже на какие-то сектантские идеи. И поэтому человеку нужно сделать выбор, ради чего он обращается к вере, да, и от этого выбора уже зависит, если это выбор действительно, если Бог это цель и смысл его жизни, тогда действительно это поможет ему избавиться. Если у него Бог инструмент, тогда, может быть, и не поможет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok